В предыдущих сериях мы забросились в зону ночью, перешли ужу вброд и направились к колхозному двору села Стичанка. По пути мы поспали на чердаке, душевно посидели в лесу в компании коньяка, сала и сушеных опарышей и к вечеру дошли до нужного места. Исследовав элеватор и побегав за лошадьми, мы заночевали в антуражном коровнике, чтобы утром выдвинуться на кладбище техники Буряковка. Придя утром на Буряковку, мы обнаружили пропажу Джокера, после чего продолжили путь в сторону Припяти в наш дом. Дойдя до дома, мы пополнили запас воды, помылись в реке под дождем и после вкуснейшего супа приготовились к ночному рейду в Припять. Мы исследовали подвал медсанчасти, забрали схрон и, прячась от дождя в Припяти, чуть не попались ментам, но все же добрались до хаты и весь следующий день отдыхали и сушили одежду. Пока Бобер и Гагарин отдыхают, спят, мы с Вадимом с утра решили сгонять на Янов, но не через Припять, потому что это мега палевно и мега опасно, а обходным путем по железной дороге. На Янове я еще не был, но всегда хотел. В чем сложность посещения локации Янов? Во-первых, там всегда сидит сторож, именно в том здании, точнее, не в том, рядом с тем зданием, которое в игре, здание вокзала или как оно правильно называется. И, во-вторых, туда вернулись металлисты. Металлисты, в зависимости от ситуации, настроения, могут просто позвонить ментам. Поэтому лучше ни охраннику, ни металлистам на глаза не попадаться. Как я говорил уже в прошлом походе, иногда, гуляя по Чернобыльской зоне, в местах, где практически никогда не ходят сталкеры, можно наткнуться на такую вот интересную картину. Недалеко от Янова, если смотреть по карте, чуть ниже Припяти, есть одно загадочное место. На карте оно похоже то ли на какие-то гаражи, то ли на какой-то небольшой ряд домов, поселок, то ли военную часть. И я уже два похода хочу туда попасть и понять, что же это такое. И вот как раз мы сейчас приближаемся к этому месту. Пока еще до конца непонятно, что это. Возможно, это гаражи какие-то. Сейчас посмотрим. И, возможно, это место, в котором бывали единицы сталкеров. Очень длинная стена. Или это может быть даже не стена, это может быть забор. Будем искать вход. Мы уже метров 150 идем вдоль этого забора, так и не можем найти вход. Становится все интересней, что же это за объект такой. Нашли лестницу. Сейчас попробую аккуратно подняться, посмотреть, что это. Да, это, скорее всего, гаражи. Все-таки решили попробовать не лазить, не искать. Спуститься аккуратненько здесь. А я могу попробовать вот на эти ворота. Держи камеру. Обратите внимание, что это не просто гаражи. В каждом гараже есть автомобильная яма. То есть, это, возможно, в те времена у каждого была вот такая вот яма в гараже. Смотрите, еще и с погребом. Либо это какое-то место по ремонту машин было. Сейчас попробую спуститься, посмотреть, что там есть. Слушайте, Ариана, знаете, такой двухуровневый гараж. Круто. Инструменты. Всякое такое. Хранишь. Вон еще вход в помещение. Я бы сам от такого гаража не отказался, если честно. Да, причем, заметьте, каждый гараж получается двухуровневый. Это круто. Честно, я такие гаражи вижу первый раз. Это еще раз говорит о том, что Припять в свое время был очень прогрессивным городом. Вот, лестница. О, следы сталкеров. Градусник. Смотрите, как новый до сих пор. Смотрите, мы только что спускались там. А вот лестница стоит. Бывает. Так, давайте. Я хочу походить здесь. Посмотреть, может, найдутся какие-то интересные предметы, которые сохранились. О, крыса только что побежала внизу. Которые сохранились до сих пор. Смотрите, как... Все поросло. Ну, картина, как говорится, как в фильмах про постапокалипсис. С потолка капает. Чуйка меня пока что не подводит. В прошлом походе я предложил пойти кораблям полазить там. И, как оказалось, мы нашли там много чего интересного. И в этот раз я прям чувствовал, что здесь должно быть что-то интересное. Тут гараж еще большего размера. Смотрите, тут гараж на две машины. Если те были на одну, тут уже спокойно помещается две. И такой же полноценный минус первый этаж. Если говорить про расстояние и про те времена, когда Припять еще была обитаема, то гаражи эти, грубо говоря, находились на окраине Припяти. То есть от крайней улицы там пешком, думаю, минут 20, и вы были бы на месте. А вот и въезд, друзья, нашли. Для нас в данном случае это выход. Вот в этой будке, коптерке, наверное, сидел сторож, пропускал автомобили. И, вероятно, швакбаум здесь был, только куда он делся, конечно же, не ясно. Друзья, буду рад, если вы напишите в комментариях, как вам эта локация. Потому что я могу ошибаться, но лично я не видел, чтобы кто-то ее показывал. Лично для меня интереснее всего находить какие-то редкие места. Там, где либо никто не был, либо были единицы. Лазить по супер-супер баянным местам, это скорее для галочки, но не для духа исследования. Мы продолжаем двигаться в сторону Янова. И по пути на карте есть некая воинская часть, куда мы тоже хотим зайти и посмотреть, что там есть интересного. Мы приближаемся к военной части, спрятанной посреди леса. И что интересно, здесь прямо в военную часть, с железнодорожных путей Янова, идет ответвление. И чуть дальше, прямо в лесу, валяется вагон. Конечно же, в очень плачевном состоянии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А вот и здание военной части виднеется. И еще один вагон. Какая-то тоже более целый. Вот такой ангар находится здесь. Судя по карте, здесь должны быть еще здания. Сейчас посмотрим. Ух ты! Смотрите. Здесь, я так понимаю, сюда загонялись, наверное, вагоны. Возможно, на ремонт. Хотя рельсы есть, но по рельсам вот эта штука ездит. Друзья, я не сильно смышлен в этих делах. Но вот что это такое, если кто-то знает, если кто-то что-то связанное с железной дорогой, я так понимаю, напишите в комментариях, что это такое, что это может быть. Потому что рельсы есть, но они не для поездов, а для вот этой штуки. А вот обычные рельсы. То есть на эти рельсы, в принципе, могли загонять вагоны. Возможно, что-то грузили, пересыпали в вагоны. Смотрите, снаружи сохранилась надпись. Полностью ее прочитать невозможно, но вот сверху написано «Мы соревнуемся под девизом». Дам не видно. Сейчас попробую прочитать. Работать. Одно слово не могу прочитать. И качественно. Родины слова. К сожалению, полностью нереально прочитать. Если в лесу мы были практически в полной безопасности, то выходя на железные пути, ведущие к Янову, мы уже совсем не в безопасности. Здесь нас очень легко заметить. В 100 метрах от нас, справа через железную дорогу, люди. Непонятно, кто вовремя увидел. С Вадимом, может, если получится, попробуют на зум-объектив заснять. Бляха-муха, это хреново. Нам придется по лесу обходить. В зоне вот так посадка. Постоянно. Только сошли немножко в лес, чтобы идти параллельно железной дороге. И тут же нашли старую железную дорогу. Какие-то бочки огромные. И так практически на каждом шагу. Постоянно какие-то находки. Была заготовка. Очередная находка в лесу. Смотрите, какой крутой паровоз. Попробую залезть. Плюс надо смотреть в оба. Где-то здесь были рабочие. Чтобы нас не увидели. Так, вроде чисто. Посмотрю отсюда. Не видно ли рабочих. Так. Видно? Вон, 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 вон. Вижу, вижу. Вижу человека. На камеру не будет видно. Просто покажу направление. Вон там. Поэтому надо слазить. У нас будет отсюда видно. Я имею в виду, что мы можем пойти вместо рельс по этой дороге до Янова. И мы будем скрыты хотя бы, ну, от виду, между деревьев. Давай тогда так и идем прямо. Мы на нее так и выйдем. Смотрите, нашли целый перевернутый состав посреди леса. И с минимумом вагонов 5-6. Надо как-то попробовать залезть наверх. Подержишь, я залезу. Отсюда, к сожалению, не видно, насколько длинный состав. Слишком все заросло. Сейчас вдоль него пойдем посмотрим. Шо ты как? Шо? Стукнул, стукнул вот объектив. Защитное стекло спасло. Не треснуло, ничего. Ну, это фигня, как бы. А так, в принципе, все нормально. Я за день его дождался, короче, но поехал все равно. Надо было изначально на жопе спускаться. Вот такие вот, ребят, места бывают опасные, скользкие. Потому что вчера был очень сильный дождь. И все бетонные плиты, камни, щебенка, металлические какие-то конструкции. Все, оно сейчас очень скользкое. Поэтому ходить нужно аккуратно. Завораживающая картина постапокалипсиса. Перевернутый вагон. Ржавые сиденья. Ржавые конструкции. Время, время берет свое. Заходим, скажем так, в красную зону. Все, очень, очень аккуратно. Ага. Ага, вон, вижу, вижу. Сейчас даже попробую снять, если будет видно. Ну, мой объектив вряд ли будет видно отсюда. Но мы уже просматриваем будку охраны отсюда. И в теории, если, допустим, он будет смотреть в окно, то и нас он тоже увидит. Сейчас проходим вперед, где мы будем в мертвой зоне видимости для охранника. Вадим, 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 было приседом, было приседом. Потому что нас могут с окна заметить. Вот так не видно. Проходи, проходи вперед. Все, все, вот. Теперь у нас уже не видно отсюда. Сейчас надо будет пролезть под вагоном. Под ним. Под ним. Под ним. Под ним. Под ним. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, есть поговорка. Сам только что придумал. Тихий сталкер, не пойманный сталкер. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, цех по ремонту локомотивов опечатан. Слабенько, но вскрывать не будем. Знаете, по какой причине? Не потому, что сложно вскрыть, а потому, что мы, когда начнем открывать дверь, она может скрипеть и спалить нас сразу же. Собаки вдалеке, где-то метров. Они приближаются, собаки сваливали. Сука, за нами собаки. Пытаемся аккуратно вернуться. Попробуем залезть в локомотив, но если собака опять начнет лавить, придется уходить сразу же. Попробуем залезть в локомотиве. Опечатано. Попробуем залезть в локомотиве. Да, точно опечатано. А здесь нет. Закрыто. В жилище Зоуса нам не попасть. Лезть бессмысленно. Это просто ротка машинистов. Да. Ладно, идем тогда обратно к базе металлистов. У нас по плану еще посмотреть перевернутый поезд, если я не ошибаюсь. Мы сейчас сидим в 20 метрах от базы металлистов, где они когда-то были, и мы не знаем, есть они там сейчас или нет. Сейчас будем аккуратно подходить и слушать. Приближаемся к месту, где тусят металлисты. Возможно, их здесь сейчас нету, потому что очень тихо. Я думаю, если бы они здесь были, то мы бы их услышали. Если их нет, то для нас это, безусловно, большой плюс. А вот и жилища металлистов. Ну, Вадим, дай-ка я зайду. Да, здесь их давно уже нет. Значит, они либо переехали в другое место, либо те, кто говорили, что они вернулись, обладают недостоверной информацией. Вон там еще одна будка. Сейчас пойдем посмотрим. Друзья, почему в сталкере тополя именно такие, какие они есть? Смотрите. Один в один. В лесу вокруг Янова, оказывается, очень много перевернутых вагонов. Мы шли конкретным, ну, известным, скажем так, которых многие были. И по пути нашли еще перевернутые вагоны. Вот так буквально два метра в лес, влево, вправо. И какой-то интересный объект. Друзья, боюсь, камера не передаст, насколько это антуражно выглядит. Как видно, пожар сюда тоже немножко добрался, потолок черный. Известные на всю зону арты. Вот эти рисунки встречаются не только здесь, на Янове, но их можно встретить по всей Припяти, на Юпитере тоже они есть. Это нарисовал какой-то известный французский арт-художник. Вот, не знаю для чего, но он заложил в эти маленькие рисунки какой-то свой глубокий смысл. Но, как по мне, это лишнее в Чернобыльской зоне. Я согласен, несмотря на то, что это не тот вандализм, когда разрисовывают там Стеллу Припять, например, в цвета ЛГБТ. Но это тоже вандализм. Поэтому я тоже считаю, что здесь это лишнее. Здесь все должно оставаться таким, какое оно есть. Мы сняли, конечно же, не абсолютно все. Например, вот то здание, в котором в игре была база сталкеров, оно находится прямо возле будки охраны. И пройти туда незамеченным, это практически невозможно. Но у меня есть секретное оружие под названием Малыш Дрон. Так что сейчас отойдем немножко подальше в лес. Я попробую сделать несколько пролетов. Ну и потом будем двигаться обратно на хату, потому что немножко все-таки уже устали. И хочется подкрепиться. Малыш Дрон Малыш Дрон Малыш Дрон Малыш Дрон Субтитры создавал DimaTorzok Я бы с удовольствием запускал бы дрона в зоне намного чаще Но вы должны понимать, что дрон это очень палевная штука В тихой зоне, где звуков, кроме звуков природы практически нет Его слышно на очень большом расстоянии и на очень большой высоте Поэтому лишний раз рисковать... Лишний раз я стараюсь не рисковать То есть если я запускаю... То есть вот мы посетили локацию, мы с нее уже уходим Где-то на расстояние примерно километр И только потом, с какого-то безопасного места, я запускаю дрон и лечу к этой локации Что? Какой день в походе? Ты говоришь английский? Английский? А, из Чехии Чехии? Чехии 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 Моя английская очень плохая Да, это хорошо Где ты? В Украине А, хорошо Это наш последний путь, до того, чтобы они поменяли локации Вот эта дорога И вот эта припеда Да, да Моя английская, конечно, оставляет желать лучшего, но зона не перестает удивлять Потому что мы идем реально в таких местах, где хрен как кого когда-то встретишь А тут еще и три иностранца из Чехии Бывает и такое Кстати, что еще удивительно, что три иностранца сами Обычно иностранцы всегда стараются нанять местного проводника, а тут сами Прям редкий случай На обратном пути наткнулись на старое КПП Припять Для нас большой плюс, что видно, что эта дорога не еженая И мы можем спокойно по ней пройти назад к нашей хате Смотрите, сколько калины Или рябины Многие Да и я, в принципе, тоже не исключение Зачастую, когда смотрим ролик на ютубе И он нам понравился Нам просто лень зайти в комментарии Что-то написать Ставить лайк Но я иногда задумываюсь И вы задумайтесь о том, что Ваша реакция под видео Для человека, который что-то создает Это то же самое, что аплодисменты для артиста Представьте, вот вы выступаете в театре или вы поете А публика после вашего выступления сидит молча и хлопает несколько человек Вам будет приятно? Я думаю, нет Вот, поэтому, друзья, если серия понравилась Подписка, колокольчик, комментарий Это не только ваша благодарность мне Но и помощь Помощь в продвижении ролика Ведь чем больше активности Тем больше ютуб Продвигает этот ролик И тем быстрее растет канал Так что Жду вашу реакцию И Увидимся в следующей серии